Следующий вопрос более сложный. Так, аксору нефас, наоборот, максимальное количество дней нефаса. Почему этот вопрос важный? Потому что если мы устанавливаем какой-то потолок, так и говорим, например, 40 дней, то, исходя из этого, получается, что если у женщины на 41, на 42, на 43 день кровь продолжает идти, то мы говорим о ней, что она уже должна нам отсчитать, даже если есть кровь. Понятно, что значит максимальное количество дней, и зачем это важно знать. Сказал имам Ат-Тирмидзи, сказал имам Ат-Тирмидзи, Слышлись на единогласном мнении сподвижники пророка, а также их последователи, а также последователи их последователей, то, что женщина, у которой послеродовое кровотечение, обязана оставлять намаз в течение 40 дней. Кроме как, если она увидит чистоту до этого, имеется в виду, если ее послеродовое кровотечение завершается, например, через 30 дней. Так, то есть все, крови нет. Она не должна ждать еще плюс 10 дней, так, а берет гусль с этого момента и начинает читать намаз. В этом случае она берет гусль и читает намаз. Но если женщина увидела кровь после 40 дней, тогда что делать? Говорит, Женщина не оставляет намаз после 40 дней. То есть что говорят? Даже если кровь есть, после 40 дней уже должна читать намаз, совершать намаз. Говорит имам Ат-Тирмидзи, и это также мнение большинства ученых сикха. И так же это мнение передается от Аль-Хасана Басри, точнее так. Но передается Аль-Хасана Басри то, что он сказал. Женщина должна оставлять намаз в течение 50 дней, пока не увидит чистоту, пока не придет к ней чистота. Исходя из этого, имам Ат-Тирмидзи передал два мнения. Так или нет? Первое мнение, что максимальное количество дней Хайда это сколько? 40 дней. И передал второе мнение от кого? От Хасана Аль-Басри то, что минимальное количество Нифаса. Я сказал Хайда, да, в первом случае? Нифаса, то есть после родового кровотечения. Хасан Аль-Басри сказал 50 дней. Ясно? Нет, два мнения. Либо 40, либо 50. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам. Ваджат реван Ахмаду и Малику и Шафии. И пришел один из ревятов от имама Ахмада, и также от имама Малика и имама Шафии. То, что максимальное количество дней Нифаса это 60 дней. И в этом вопросе есть еще другие мнения. Смотри их книги Аль-Аусад, кто автор? Ибн Аль-Музир. И Шафии Магазад, кто автор? Имама Навы. Что в этих книгах? В этих книгах другие мнения по этому вопросу. Так, кроме трех, которые мы назвали. Три какие мы назвали? Назвали значит 40, 50, 60. Говорит у Асадал-ль-Джумхур би Хадид Умми Саляма. Вдовод большинство ученых использовало Хадид Умми Саляма. Какой Хадид? Который у нас под номером 143. О том, что во времена пророка с Аллахом женщины выжидали после родов сколько? 40 дней. Имеется ввиду выжидали, не читали намаз. Это Хадид Асаверный или нет? Сказали слабо. И говорит у Абби Асар ибн Аббас. А также использовали Асар от ибн Аббаса, который пришел у ибн Аббаса, который пришел у ибн Аббаса, застоверным иснадом. Анукаль, то что ибн Аббас сказал. Женщины, у которых после родового кровотечения, должны ждать после своих родов 40 дней или что-то подобное этому. Аунахлагу, то есть может больше, может чуть меньше. Укадраджахаху шейх ибн Аббас. И из современных ученых это мнение поддержал шейх ибн Аббаса о том, что 40 дней. То есть, что считает шейх ибн Аббаса, что после 40 дней, все, женщина должна читать намаз, даже если у нее идет кровь. Камафи фатау аль лажна аддаима. Как это приходит в светлах лажна аддаима. Так, воль лази язгар, валлах аалам, говорит шейх Мухаммад Хизам. И то, что показалось нам правильным, и один Аллах лучше знает. Анна хатан тазар хатта янкат и аддам. То, что женщина после родов должна оставлять намаз количество столько дней, пока не прекратится у нее кровь. То есть, пока она не очистится, будь это 50 или 60 или 40. Даже если это будет больше 40 дней, и даже больше 50 дней, и Аллах один лучше знает. То есть, по правильному мнению, что получается? То, что даже если женщина перешла границу 40 дней после родов, так, даже если перешла границу 50 дней, ну, кровь у нее идет. Но здесь важно отметить, чтобы ее свойства, этой крови, были как свойства крови послеродового кровотечения. А у крови послеродового кровотечения какие свойства? Такие же, как у крови хайда, в инструации. Понятно или нет? Почему? Потому что у женщины может быть болезненное кровотечение выходить. Болезненное. Не, как называется, не послеродовое, а болезненное. Если она видит, что кровь уже изменилась, и это уже не послеродовое кровотечение, тогда она начинает читать намаз, как обычная женщина. Так? Говорит вагу-тарджиху, шейху-ли-ислам. И это мнение выбрал шейху-ли-ислам, имен-тамия, пакаткала канафи в Маджму аль-Фатава. Он сказал, как это пришло в Маджму аль-Фатава, У нефаса нет никакой минимальной и никакой максимальной границы. То есть, даже если будет больше 40 и 50 дней, но кровь продолжает идти по свойствам крови менструальной, это считается за послеродовое кровотечение, и женщина не должна оставлять намаз. И если мы такое можем себе представить, что у женщины продолжается кровь, даже если это будет больше, чем 40 дней, или даже больше, чем 60, или даже 70, а затем завершается, то есть, как обычно так, то это был нефас. То есть, мы не говорим, что эти были болезненные кровотечения. Если они по свойствам крови нефаса, то это был нефас. Но если говорить, что кровь истасала, то есть, продолжает идти, и она различает, что это кровь уже не кровь менструальная, а какая кровь, фасад, то есть, кровь болезненная, болезненное кровотечение, тогда она должна считать, что граница это сколько? Граница это 40 дней. Потому что это окончательная граница, относительно которой пришли асары, вот, сподвижников. Так или нет? То есть, ответвление. Сказал Ибн Кудама в книге Аль-Мухни, если кровь у женщины, у которой после родовое кровотечение идут больше 40 дней, и как раз после 40 дней у нее должен был прийти цикл, тогда, говорит, что это считается за хайт. То есть, смотри, 40 дней шел нефас. После 40 дней по ее циклу должен прийти цикл, так, то есть, должен прийти хайт. И, говорит, и действительно, кровь продолжает идти. То мы это считаем, как будто это хайт. То есть, уже не после родовое кровотечение, а хайт. Так. А если цикл не должен был прийти в это время, а кровь продолжает идти, то это, говорит, уже иссихада считается. То это считается за что? За болезненное кровотечение. Потом передал от имама Ахмада подобные слова. Так. Но здесь, брат, на все это что? Все это мы должны мерить мерками какими? Мы должны мерить меркой свойств крови. Так. Если женщина видит кровь, и она по крови равна свойствам чего? Менструальной, то она оставляет намаз, даже если больше 40 дней. Понятно или нет? Если же у нее прекратилась кровь, даже если до 40 дней, допустим, через 30 дней, то все, считается, что у нее нефас прошел. Если же у нее через 30 дней, например, кровь поменяла свойства, и начались как свойства чего? Крови иссихада, то есть крови болезненной, то все, она начинает читать намаз, и подобно женщину, которая иссихада. Почему? Потому что мы говорим, нет минимальной границы у нефаса. И еще одно ответвление. Кали Ибн Кудамы Фильмогни, тоже сказал Ибн Кудама, «Ваин валадат, валам тара даман, фия тахир». Если женщина родила и вообще не видела крови, то есть, в смысле, нет у нее вообще послородовых кровотечений, фия тахир, то она считается чистой. Ля нефаса лага, у которой нет послородовых кровотечений, лян нин нефасу от дам. Потому что нефас – это кровь. Ва лам юджит. А в данном случае ее нет. Так, в данном случае ее нет, соответственно, постановление на нее не распространяется. Ва ма хукмал гуссад фа катта каддам. Говорит шейх Мухаммад Хизам. А что касается вопросов, должна ли она брать гуссад, и как она должна ли брать гуссад и так далее, это мы уже разбирали ранее. Так, в главе о Ахкаме гуссад, то есть, про постановление относительно гуссад. Окончательно непонятно же относительно нуфаса, относительно женщин, у которых послеродовое кровотечение. То есть, нету максимальной границы, нету минимальной границы. И если кровь у женщины идет, даже если после 40 дней, то основа, что у нее идет послеродовое кровотечение. Кроме как, если она заметит, что поменялось свойство у крови. Ясно нет? А если ничего не поменялось, так и продолжается, то на нее постановление, что у нее послеродовое кровотечение.